Продолжение следует... Здравствуйте, уважаемые слушатели сегодняшнего вебинара. Я поздравляю вас с прошедшими праздниками, а также возвещаю о том, что мы начали новую неделю в Директ-Академии, новую вебинарную неделю, которая, как всегда, будет состоять из вебинара каждый день. У нас, правда, есть некоторые смещения в расписании, о котором я расскажу, но в целом мы выполняем наш девиз. Как всегда, я хотел бы перед тем, как передать слово нашему сегодняшнему ведущему Юрию Майскому, с его темой «Хорошо говорим», рассказать о тех ссылках, которые расположены на самом верху вашего чата. Пожалуйста, перейдите в самый верх чата, особенно те, кто впервые на нашем вебинаре, чтобы посмотреть ту информацию, которую я там разместил. Первая ссылка ведет на наш главный сайт, на главную страницу нашего сайта, на Директ-Академию, и там в расписании вы можете зарегистрироваться на любой вебинар нашего учебного года, вплоть до июня месяца 2019 года. Уже очень много вебинаров там есть, около 160 вебинаров у нас в нашем расписании, ну и будут еще добавляться некоторые вебинары по ходу дела. Вторая ссылка отвечает на вопрос, ведется ли запись вебинара, и где она будет расположена. Да, она ведется, она будет расположена на нашем видеоканале в Ютьюбе, и вот ссылка на наш видеоканал, на который я очень рекомендую вам подписаться. Третья ссылка у нас ведет на страницу наших онлайн-курсов, и там вы можете ознакомиться с нашим предложением обучения от Директ-Академии. В настоящий момент представлены 8 курсов, один из них как раз курс Юрия Майского, вот по ходу вебинара я ссылку на него тоже дам, чтобы не отнимать время прямо сейчас. Ну и, наконец, последняя ссылка ведет на страницу выдачи сертификатов, на которой сразу после окончания вебинара вы сможете приобрести сертификат об участии в данном мероприятии. Как всегда, перед тем, как окончательно уже передать слово ведущему, я хотел бы вас ознакомить с анонсом трех следующих мероприятий, которые состоятся на этой неделе. 7 числа завтра у нас будет целых два вебинара. Так случилось по расписанию. 8 числа у нас будет пустой день, зато завтра будет целых два мероприятия. В 12 часов состоится вебинар Константина Николаевича Костюка «Книга знаний, перспективы и форматы в бурное время трансформации медиа». В 15 часов состоится вебинар «Марина Орешко. Необычные библиотечные форматы, комиксы, флеш-карточки, рабочие листы и что еще». Этих двух спикеров представлять не надо. Тем, кто в Директ Академии часто бывает, это постоянные наши спикеры. Ну, а последний спикер, который я сегодня хочу представить, Андрей Крижановский, впервые у нас, будет 9 числа в пятницу, с темой «Викиверситет. Бесплатная образовательная платформа для преподавателей и студентов». Этим вебинаром мы продолжаем наше сотрудничество с Вики-сообществом. И я надеюсь, что в этом сезоне я еще кого-нибудь поприглашаю из Вики-сообщества, чтобы тема Вики была у нас представлена достаточно широко. Ну, а в данном случае эта тема, она представляет не просто Вики, а специализированный раздел Вики, посвященный обучению, который называется «Викиверситет». Андрей и сам преподает в ВУЗе, так что я думаю, будет все нормально. Так, Юрий пишет, что он ничего не слышит. Раз-два-три, раз-два-три. Звука нету? Поставьте, пожалуйста, плюсики в чат, кто меня нормально слышит. Ну, Юрий, я думаю, что как раз-таки слышать для спикера не главное. Главное, чтобы мы слышали. Так как у нас обратная связь через час, через чат идет. Ну, и я могу еще поговорить, и, может быть, звук появится каким-то образом. Ну, давайте тогда я еще немножко поговорю. Может быть, Юрий успеет настроить звук на всякий случай. Так вот, понятно. Понятно, понятно. Я так понимаю, что у нас при нашей настройке-то звук вроде был. Раз-два-три, раз-два-три. Ну, что ж, тогда я напишу в чате Юрию, чтобы он вышел на связь. Да, а вам объявляю, Юрия, как нашего сегодняшнего спикера. Вы видите название, собралось нас тут немало. Так, вот теперь я сам себя включил. Да, слышно. И Павла тоже. Добрый день. Меня слышно хорошо? Пожалуйста, плюсики поставьте в чате. Добрый день. Не слишком громко, не слишком тихо. Я могу добавить, убавить. Замечательно. Везде плюсики. Хорошо. Спасибо. Здравствуйте. Добрый вечер. Или добрый день. Вы знаете, мне очень трудно оперировать днем, вечером или ночью. У меня тут сложный был период. Очень мало спал. Встал очень рано. Для меня это уже середина дня. Причем такая, что скоро пора, по-моему, на боковую. Нет, время суток я не люблю. Это неграмотно по русскому языку. Либо добрый день, либо добрый вечер, либо просто здравствуйте. А в доброе время суток это недопустимая форма приветствия. Я так считаю. Здравствуйте. Меня зовут Юрий Майский. И мы сегодня поговорим про голос и про речь. Мы рассчитываем на час времени. Но, честно говоря, в 13.10 я должен здесь же у себя, в этом же помещении, у меня будет другая встреча. Поэтому я должен уложить вместе с вопросами до 13.05 хотелось бы. Поэтому я постараюсь успеть. То, что я из себя представляю, вы видите на этом слайде, читать не буду и перечислять не буду. У меня достаточно большой опыт публичных выступлений. И отчасти это моя специализация, то, чем я живу. О чем сегодня хотелось бы поговорить? О голосе как таковом. Почему мы не всегда говорим так, как нам хотелось бы, так хорошо, как нам хотелось бы. И что надо сделать для того, чтобы мы хорошо говорили. И второе, как свою речь раскрасить. Конечно, мы учились в детстве чем-нибудь, да как-нибудь. Нас учили в школе. Если нам повезло, мы читали с выражением. Если еще более повезло, мы участвовали в каких-нибудь театральных постановках. Если еще больше повезло, мы заканчивали какое-нибудь театральное училище или театральный вуз. Но это меньшинство. А большинство из тех, кому приходится выступать, кто занимается преподавательской деятельностью, с голосом специально работали мало. Так говорит опыт. Надеюсь, что это немного сейчас меняется, поскольку сейчас можно тренироваться и учиться чему угодно, как угодно, у кого угодно. Очень широкий спектр. Ну, я немножко пытаюсь добавить в этом спектре еще и себя. Давайте начнем с голоса. Если я собираюсь выступать, а мне приходится выступать так или иначе почти каждый день, либо со сцены, либо вот так перед беб-камерой, либо перед камерой студии, где мы записываем видео уроки, либо просто перед аудиторией, обязательно нужно голос размять. А еще до того нужно соблюсти гигиену голоса. Никогда не устаю напоминать, что нужно для этого делать. Всегда говорю об этом. Я бы сказал, ключевой, наверное, способ для того, чтобы держать горло и всю носоглотку в чистоте, это солевой раствор. Я думаю, что если есть вокалисты, если есть актеры, среди вас степламированные, наверное, я надеюсь, меня поддержат. Есть специальные растворы для носа. Понятно, что они считаются медицинскими препаратами, продаются в аптеках. Можно сделать самому 5% раствор. Больше не надо, можно обжечь. Для горла можно до 10% взять, сделать растворчик. И обязательно полоскать утром, вечером, для того, чтобы промыть всю нашу носоглотку, снять все отложения. Солевой раствор, гипертонический раствор, он вытаскивает, вытаскивает, вытаскивает всю гадость, которая накапливается, оттягивает на себя. Поэтому это очень хороший способ для того, чтобы прекратить какие-либо вирусные или инфекционные заболевания. Особенно сейчас, в демисезон, очень хорошо использовать в качестве профилактики от кашля, насморка и прочих всяких ОВИК, которые к нам пытаются прилепиться в общественном транспорте. Воду пить обязательно. Мы тратим за весь день воды достаточно много, а когда мы разговариваем, у нас глотка сохнет. Поэтому всегда должен стоять стаканчик с комнатной водой. И даром на трибунах ставили аж графини с водой, потому что действительно нужно орошать глотку, для того, чтобы не потерялась эластичность связок. Голосовая диета важна для того, чтобы, опять же, не помешать связкам хорошо работать. Связки должны быть эластичнее. Все, что мешает эластичности, это алкогольные напитки, это дубящие напитки вроде чая, кофе. Это все газированные напитки. Шоколад, мел, семечки. И, как вы видите здесь, даже вина. Это все мешает эластичности связок. Поэтому перед выступлением, хотя бы за несколько часов, это все нам нужно из вашего рациона исключить. С чего мы всегда начинаем? К чему говорю «мы»? Да, правильно, перед практикой вокального исполнения. Я сам пришел к публичной речи от вокального исполнения. Я вокалист, но любитель. У меня нет музыкального образования, но я в двух очень серьезных вокальных любительских коллективах участвовал и участвую. Поэтому практика эта вся у меня прожита. Дыхание от диафрагмы идет. Как это почувствовать? Как это сделать? Конечно, для того, чтобы по-настоящему поставить диафрагмальное дыхание, одного вебинара мало. Это требуется достаточно длительная работа, желательно, конечно, с педагогом, с педагогом-специалистом. Но можно и самостоятельно поработать над диафрагмой. Мужчинам попроще, женщинам посложнее. Это и с физиологией идет, к сожалению. Несколько упражнений, которые подводят нас к диафрагмальному дыханию, я покажу сейчас обязательно. Во-первых, положение тела. Для того, чтобы освободиться от зажимов, любые стеснения, любые какие-то наши замыкания на сцене, это все зажимы. Зажимы, прежде всего, телесные. Даже если я что-то забываю, забываю то, о чем я хочу сказать, это означает, что у меня появился какой-то зажим. Это связано однозначно совершенно. Поэтому, в первую очередь, чтобы снять с себя волнение отчасти, чтобы хорошо вспоминать логику повествования, нужно снять с себя вот эти зажимы и принять хорошую позу. Стоя или сидя. Ну, я сейчас сижу, хотя обычно вебинары веду в сторону, мне так удобнее. Так и диафрагма расслаблена. Она, по крайней мере, не зажата. Вот положение тела на колок, как здесь описано, это первое, с чего надо начать. Ровно подбородок, ведь чуть-чуть подняли, чуть-чуть назад опустили. Все. Голова на колок, голова ровно. Если я стою, то у меня ноги примерно на ширине ступень, может быть, чуть-чуть хуже. Я могу, конечно, передвигаться, если я на сцене, но я не теряю равновесие. Я все время в положении равновесия стараюсь стоять. Я не стою на одной ноге, выставив ногу вперед или куда-то убрав назад. Руки всегда перед собой или просто вдоль тела чуть-чуть приопущены, но никогда не висят, как плети. Здесь очень интересно. Это отдельная история жеста, как работать с жестом, с положением тела. На сцене вообще в публичном выступлении совершенно отдельная тема переговора. Но руки – это тоже средство зажима. Они не должны быть сцеплены, они не должны быть сложены вот так вот, вот так вот. Они не должны быть зажаты, не должны быть зажаты кулаки, они не должны быть сложены как-то на груди, они не должны быть сложены как-то сзади. Это все поза зажима. Это надо снять. Ну и для разминки в вокальном коллективе мы, например, используем каждый раз перед распевкой два упражнения с дыхательной гимнастикой Стрельниковой. Здесь на этом слайде есть ссылочка, где можно гимнастику полностью скачать. Вот эти два упражнения наиболее оптимальны для того, чтобы раскачать диафрагму. Быстрая гимнастика вашей диафрагмы перед любым выступлением. Самое главное это дышать, что называется, в живот. Дышать в живот. Я сейчас не буду это показывать, здесь не совсем удобно сегодня. Но обратите, пожалуйста, внимание, для того, кто говорит регулярно, это, что называется, must have. Обязательно должно быть в рационе вашей утренней гимнастики. Ну и мы всегда должны разнять обязательно наш голосовой аппарат. Прежде всего наша речь это звукоизвлечение. Звукоизвлечение несколькими способами. Несколько способами, ну понятно, что у нас единый аппарат, только через наш голосовой аппарат звуки идут. Но способы могут быть дыхательно разные. Может быть длительный выдох, средний выдох и короткий выдох. На любом междоменте, на любом выпуске, у нас очень короткий, резкий выдох. Если вы к нему не готовы, то вы можете сорвать связки. Да, мы сейчас про разминку дыхательную еще дальше чуть-чуть посмотрим. По-моему, она у меня там есть. Можно быстрее и короткие вдохи-выдохи чередовать, конечно. Вот по совковой, например, вот такие первые упражнения. Ну, звукоподражатели, любые звукоподражатели, звукоподражатели, это хорошо всегда, так? Как у нас прибой шумит. Накатывает волна и откатывается. На одном выдохе, заметьте. И так несколько раз. Насос. Более короткое, более резкое, более интенсивное дыхание. С усилием. Заметьте, что меня между выдохом, выдохами вдох практически не слышен, да? Он очень короткий. Я не делаю усилия. Ну, вот у вокалистов принято делать вдох носом или тортом, всем, что можно. И, кстати, в дыхательной гимнастике стрельников тоже очень резкий, интенсивный, звучный должен быть вдох. Но, честно говоря, я привык ртом вдыхать, сразу выбирать воздух, и у меня очень быстрый воздух входит. За счет этого я могу очень короткие делать паузы между какими-то музыкальными фразами или вообще между фразами. Для того, чтобы не терять интенсивную повествовательность своей речи. Ну, и последний тип. Дыхание, пульверизатор. Представьте себе, что вы отпрыскиваете цветы. Несколько вот этих резких выдохов на одном вдохе, да? За один выдох. Один вдох и несколько резких, коротких таких фыканий. Без работы диафрагмы нормальный такой выдох не получится у вас. Мне очень нравятся упражнения, которые в каком-то смысле я изобрел, я их использовал за очень давно. Уже придумал, как размять конкретную гласную букву. Эти конкретные гласные буквы формируются нашей глоткой, зелом, зубами и губами. И для того, чтобы легко выходил воздух и легко формировалась конкретная буква, конкретный гласный звук, нужно как-то потренировать. Вот я для себя придумал, в какой момент у меня открывается рот, формируются губы так, как это нужно по-настоящему. Помните снежные параллелы? Клара. Ты сейчас откроешь рот от удивления. Вот на этом А надо зависнуть. Клара. Представляете, у меня отваливается челюсть, как у щелкунчика. Клара. Клара. Вспомните Николая Баскова. Он всегда демонстрирует свой голос, тоже открывая очень мощную челюсть. Клара. Представьте, что вы Басков. Клара. На других гласных такой же прием, только уже идет формирование губами. Губы тоже надо всегда тренировать. Для того, чтобы у вас дикция была хорошая, чтобы у вас никуда не убегал воздух, обязательно нужно перед выходом на сцену тренировать губы. У-у-у-у, ты какая. Помните, у Хазанова, да, по-моему, была такая. Или у Шифрина уже. Не помню, фраза из миниатюр. О-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. А-о-у-у-у-у-у-у-у. Отработали, да? Если мы улыбаемся на фотографии, мы говорим ЧИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ И я могу даже потренироваться. Если я устал, когда у меня уже достаточно напряжение большое на губах, я могу сбросить это напряжение простым фырканем лошади. В общем, тут два варианта. Может быть, только переднюю частью губ. Или все щеки работают. Обратите внимание, что никогда не получится у вас нормальное фырканье, если не отрабатывает у вас феофрагма. Если получается, значит феофрагма у вас работает. Некоторые театры отрабатывали. А, вмещается. Да, конечно. Для того, чтобы, извините, отворить челюсть, нужно почувствовать это движение. На самом деле, вот здесь вместо соединения нижней челюсти с черепом тут должна образовываться ямочка. А, через стойку вниз должно отходить. Да, можно пальцами, конечно. Но, честно говоря, в эфире показывать это пальцами не очень эстетично. Поэтому я воздержусь. Уж позвольте, я воздержусь от этого. Мне очень нравится такой есть дуэт и Васильев. И Васильев. Сейчас они вместе уже редко выступают. Но, тем не менее, у них есть такая песня про самолет и вратолет. Она идет на одной ноте. Практически вся песня. И вот на одной ноте нужно... А, ЕС мы еще его пропустили. Да, ЕС. То же самое Е или Э. Отваливать через челюсть. ЕС. Так вот, песня про самолет и вратолет соединяем вот эти гласные. И АУЕ. На одном дыхании и на одной ноте. На той ноте, которая вам удобна. Мы немножко о том еще поговорим. Вот такая разминочка для гласных. Можно еще, конечно, поразминать те же самые упражнения и сделать на сочетании с согласными. Вот это вот последнее упражнение. А, Е, О, У, И. В любом сочетании. Потом на сонарных, на шипящих. БА, БЕ, БО, БУ, БЫ, ПА, БЕ, ПО, ПУ, ПЫ, СА, СА, СО, СУ, СЫ и так далее. Тоже можно потренировать. Но это уже для того, чтобы у вас заработал ДИС. В положении СИДИ диафрагму очень тяжело держать в рабочем состоянии. Она поджата. Это требует определенной практики. Но вот я, например, сейчас нашел удобную для себя позу. У меня вроде как диафрагма работает, я это чувствую. Безусловно. Со звуком всегда проблемы бывают со своим собственным. Потому что свой звук же не слышишь. Есть же костная проводимость. И когда говорят, у человека нет слуха, это означает, что нет ассоциации между тем звуком, который он выдает в эфир, во внешний мир, и тем звуком, который он слышит в своем внутреннем слухе. Вот когда нет вот этого соответствия, тогда говорят, нет слуха. Я, наверное, убежден, что, наверное, в 95-97% населения Земли слух есть. Неправильный звук вы всегда услышите. Если кто-то фальшивит, вы всегда услышите. Но то, что фальшивите вы, услышать сложно. Для этого нужно понимать, как звучит по-настоящему ваш голос. Для спикера это не так важно. Важно понимать, как говоришь интонационно и дикционно. Насколько действительно тот звук, который ты хочешь воспроизвести, внешний мир воспринимает так же. А это А, О это О, И это И, Я это Я. Есть такая вещь, как сокращение гласных звуков. У меня вылетел этот термин из головы. Вспомню, скажу. И, к сожалению, вот это сокращение изменяет нашу речь. Во-первых, интонационно, во-вторых, смыслово. Подчас выпадение каких-то гласных приводит к нечеткости. Поэтому дикцию надо вырабатывать и правильное сокращение. Есть редукция. Да, конечно, спасибо большое. Редуцированные звуки, с ними надо очень осторожно. Если вы общаетесь друг с другом где-то, просто беседа на бытовом уровне, редуцирование гласных согласных не играет такой роли. Но как только вы выходите на публику, пускай даже это школа, пускай даже это детский сад, пускай это аудитория любого возраста, любое редуцирование может сыграть плохую шутку. Может показаться, что ваша речь не членораздельна. Поэтому подчас нужно проговаривать все гласные, все согласные. Иногда даже подчеркивать, что это Б, а не П. Важно понимать, какой ваш основной тон. Почему? Интенционная насыщенность от самого низка вашего звука, который вы можете произвести до самого высокого, это ваша эмоциональная наполненность речи. На одной ноте вы же не будете говорить, как говорят дичок на клиросе, хотя там в церкви тоже очень много интенсионных моментов, но вы же не будете говорить в одном тоне, не выражая ничего. Это неинтересно. Вы не сможете передать свое отношение к предмету вашей речи. 37% информации при публичной речи передается голосом. Порядка 53% с помощью, извините, визуального отображения. То есть вас визуально смотрят и глазами 50 с лишним процентов снимают слушатели. При публичной речи очень важно. А если нету картинки, тогда прибавьте к 37% или к 53%. Сколько получится? Получится, чтобы больше 80% у вас идет только через голос. Помните старые постановки радиотеатров? Потрясающие. Там прям видишь картинку. Добиваются только лишь голосом. С этим можно работать, это можно. Зато можно научиться, я считаю. Важно понимать ваш диапазон голосовой, какие резонаторы у вас задействуются. Понятно, что надо немножко почувствовать, когда у вас работает грубый диапазон. Внизу, когда вы говорите пониже, у вас работает грубый диапазон. В среднем диапазоне у вас работает маска, так называемые все резонаторы средние. Если вы кричите или что-то высоко очень говорите, пищите, у вас работает макушка, у вас идет все в куклу. И там резонирует. Хотя, конечно, при любом звуке резонирует все. Вообще все тело резонирует. Если вы возьмете книгу Кристин Ленклейтер «Освобождение природного голоса», то вы там увидите упражнение на звучание пальцев рук, пальцев ног, просто рук, ног и так далее, всего тела. И она идет вообще оттуда. Очень замечательно, совершенно техника. Возвращаюсь обратно. Слайд с личным пространством, да, сейчас у вас должен быть. От того, каким звуком вы говорите, диафрагмальным, не диафрагмальным, зависит еще и сила звука. Насколько далеко вы можете пробить ваше расстояние до последнего собеседника. Если вы на большом зале поступаете, а если нет микрофона, то приходится напрягать связки. Это неправильно. Нужно, чтобы работала диафрагма. Тогда связки напрягаться по большому счету не будут. Ну, перенапрягаться не будут. И тогда вы сможете добить, что называется, до последнего ряда слушателей. И даже чуть-чуть дальше. Я для себя придумал такую формулировку. Я должен говорить на полтора-два метра дальше последнего ряда слушателей. Вот сейчас я говорю на полтора-два метра дальше, до стенки комнаты, в которой я сижу, дальше, чем камера, в которой, условно говоря, для меня сидите вы. И если вы обратили внимание, я практически не увожу взгляд с глазка камеры. Я все время в камеру смотрю. Конечно, может быть, за очками это не очень заметно, но это действительно так. Я редко переключаюсь на слайд. И это тоже определенный прием, который требует от спикера некоторого научения. Потому что работа с глазами, работа с контактом со слушателями очень важная составляющая. Я уже недаром сказал, что 50 с лишним процентов информации слушатель снимает с визуальной картинки. Попробуйте вспомнить, а как вы смеетесь? Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Или когда вы радаете? Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Заметьте, что в эти моменты у вас включается полностью ваша диафрагма. Очень сильно у вас отдается в груди, наверняка. Вот это вот правильный звук, естественный звук. Начинается он на самом деле не со смеха и не с рыданиями. Он начинается на самом деле со стона. Мы, конечно, сейчас еще перейдем. А я хочу спросить, вы знаете ли вы, что такое штрубас? Напишите, пожалуйста. Используете ли вы штрубас, во-первых, в своей практике, а во-вторых, как разминку утреннюю? Нет, так, вижу, что нет, не знаю. Тогда объясняю. Раз есть кто не знает, объясняю. Штрубас это некий звуковой прием. Это, по сути дела, самый низкий ваш звук, который вы можете произвести. Некий такой скрип. Его можно сделать тогда, когда у вас хорошо расслаблены связки, мышцы, которые управляют связками. Чаще всего это бывает, когда вы встали ото сна, пошли в душ, и там начинаете, может быть, петь. Есть такие наверняка. И вот там у вас хорошо получаются низкие ноты. Именно потому, что у вас включается механизм штрубаса. Да, вокали используются, конечно, но это же можно использовать и... Ведь если спикер говорит немножко с усугублением в низкие ноты, в низкие тона, то ему больше доверяют. Это факт. Скажите, пожалуйста, у всех плохой звук? Пожалуйста, поставьте плюсики, если звук хороший. Два плюсика, если звук хороший. Прерывается иногда, виснет. У всех так? Да, 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 это что такое? Звук прерывается? Интересно. Нет, у меня нормально все. Понимаю. Ну, здесь я не знаю, что можно сделать. Трудно сказать. Да, ой, как жалко. Давайте я сейчас попробую переподключить, может быть... А у кого-то нормально, да? Так, я немножко сейчас переподключил микрофон. Ну, картинка может быть не так разная. Ну, ладно, хорошо. Будем считать, что это от канала зависит все-таки. Действительно, подчас от канала зависит. Может быть, не всегда моего, может быть, вашего. Хорошо, мы продолжаем. Я попробую сейчас штробас продемонстрировать. Не всегда это получается по заказу. Это будет похоже, должно быть похоже на скрип нектаре. Это как-то так. Заметьте, что у меня здесь нету, при воспроизведении штробасов, у меня нету тона никакого фактически. Я не использую голоса, фактически у меня там нету. Да, ну, не совсем горловое пение. Там они на разных диапазонах используют. Но принцип тот же, да. Я бы не очень рекомендовал этим увлекаться, потому что с непривычки, с неумением, можно немножко там подсадить связки, не нужно. Но вот внизу, особенно утром, когда в душе, когда есть там акустика какая-то, сделать несколько вот таких упражнений, это не возбраняется. Более того, я просто по себе заметил. Я за несколько лет, у меня вообще тенор, перческий, первый тенор был когда-то, сейчас сложнее немножко наверх уходить. Но зато есть сейчас какие-то баритональные партии, даже вдвоем, потому что растянул диапазон чуть-чуть вниз. У меня есть, в принципе, у меня достаточно хорошие две октавы есть. В общем целом, для певческого голоса это нормально. Рекомендую. Почему еще раз? Почему вниз? Потому что доверительное общение с аудиторией требует низких обертонов. Это важно. Ну, я говорил, что надо начинать со стона. Понятно, что стон это самый первый, самый естественный звук. Со стоном начинает работать Кристина Ленклейтер. А вот у Савковой, например, вот такие звуковые упражнения сразу есть. Мам-мо-му-ме-ми-мы. Заметьте, я делаю то же самое, что у меня на разминке было. Ай-о-уй, да? Мам-ме-мо-му-ми-мы. Мам-ам-ам-мё-ду-нам-ам. Причем, обратите внимание, я стараюсь это делать внизу. Я могу это делать повыше. Мам-ам-ам-мё-ду-нам-ам. Но, честно говоря, я не хочу пробивать своим голосом стенку, потому что, хоть у меня и закрытое помещение, если я буду в полный голос говорить, то с соседним просто будет все слышно, я буду мешать своим коллегам работающим. Для того, чтобы от стона перейти к обычному разговору, нужно обратить внимание на такую технику подлаивания. Хаф-аф-аф-аф. Почему это важно? Важно, чтобы смыкание связок возникало именно в тот момент, когда у вас через связки начинает проходить воздух. То есть, одновременно, чтобы не было запаздывания смыкания и не было опоздания смыкания, чтобы связки не работали впустую. И в первом и в другом случае, либо будет невнятная речь, либо будут связки стираться. Вспомните, кто у нас с придыханием любит говорить, да? Ну, вот так вот. Вначале дыхание, а потом уже звук. Есть у нас деятели культуры, которые так и говорят. Ну, или, может быть, определенные какие-то группы людей. Много воздуха выходит, а звука нет. Звук еще и Доронина, конечно, в том числе. Похоже, значит, получилось. Поэтому атака должна быть одновременно с выходом звука. То есть и звук, и воздух, и связки даже спыкаться одновременно. Поэтому надо попробовать это сделать именно таким подлаиванием. От стона к подлаиванию, да? Аф, 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 аф. И опять же здесь включается диафрагмин, тогда получается вот этот резкий выдох. Ну и понятно, что Рената Литвиновна абсолютно верна. И когда разные типы дыхания, у нас было по разным ких-три, да? Давайте попробуем вот такое упражнение. Меду нам, меду, меду, меду нам, ах, больной я, ай-яй-яй, молока мне, мама, дай. Сразу и длинное. Меду нам, меду, меду нам, ах, больной я, ай-яй-яй, молока мне, мама, дай. Соответственно, когда вы разминаете звук, понятно, что надо начать с таких-то упражнений первичных, разминочных, размять низы, штрубаз, на зевке говорить, все упражнения наши фактически на зевке с вами происходили, постараться поймать звук в маску, ну, условно говоря, не в нос, не гнусавить, а постараться, чтобы вперед звук уходил. Вот туда, вперед, вот, прямо смотрите, прямо рукой себе помогаете, как я сейчас это делаю. И мягкое небо, попробуйте, у нас есть мягкое небо и твердое небо, да, мягкое надо поднимать, для того, чтобы был объем, для того, чтобы был достаточно хороший звук, красивый, объемный. Если у вас звук тоненький, вам он не нравится, вот этим подъемом мягкого неба, воспитанием мягкого неба, можно звук округлить, и вкупе со штрубазом у нас появится низкий обертонат. У вас будет просто другой резонатор, и у вас будет более благозвучный голос. Но этим, конечно, надо заниматься. Вот рекомендую книгу Совковой, в конце презентации у меня будет список литературы, и презентацию в PDF-формате можете скачать из папочки ресурсы нашего сами веб-класса. Давайте немножко продолжим работать со звуком. Мы говорили, что разный может быть тон, низкий-высокий. Интенционную выразительность надо, конечно же, в себе порабатывать. От минимума, от самого низкого тона. Чудо-лесенькой шагаю, высоту я набираю, шаг на горы, шаг на тучи, а подъем все выше, круче, миробею петь хочу, прямо к солнцу я лечу. Не самый высокий нот у меня, но у меня выразительность уже какая-то появилась. Это тренируется. Могу повыше сразу идти здесь? Чудо-лесенькой шагаю, высоту я набираю, шаг на горы, шаг на тучи, а подъем все круче, круче, неробею петь хочу, прямо к солнцу я лечу. Разные эмоции на разной высоте звука. Об этом еще поговорим сегодня. Вниз. А вот наряду со штробасом, штробас позволяет вам развить низкие бертона, как-то немножко заставить связки, научиться звучать внизу. А вот чтобы в грудной регистр уходить вниз, вот такое упражнение. Чтобы овладеть грудным регистром, я сверху начинаю, я становлюсь эквалангистом, все ниже, опускаюсь ниже, а дно морское ближе, ближе. И вот уж в царстве я подводным, хоть погрузился глубоко, но голосом грудным свободным, распоряжаюсь ли я легко, чтобы овладеть грудным регистром, полезно стать аквалангистом. И ничего страшного, если вы уйдете почти на шепот. Когда вы будете упражнения такого рода делать регулярно, у вас и мышцы разорьются, и у вас будет работать нижний регистр тоже хорошо. Для чего еще нужно владеть интонационным маневрированием? Правильное выговаривание фразы – это смысл речи. Вот на этой цитате Гоголя я продемонстрирую, как меняется в зависимости от ударения смысл фразы. Да, в русском языке есть определенный порядок, и если бы мы следовали этому порядку, взяв за основу эту фразу, мы бы переставили слова. Но русский язык тем интересен, он вариативен. Можно, не меняя порядок слов, поменять смысл. Это делается ударением, ударным словом, но ударное слово выделяется некоторым повышением тона, некоторым интервалом музыкальным. А вот эмоциональное наполнение уже будет зависеть от того, насколько широкий это будет интервал. Чем выше вы на ударение выйдете по тону голоса, тем более эмоционально у вас будет выражена данная конкретная фраза. «Редкая птица долетит до середины Днепра». «Редкая птица долетит до середины Днепра». Смотрите, вот по такой гистограммочке, она такая общая, она не для каждой фразы. Вначале идет подъем к ударному слову, а потом сразу после ударного слова падение голоса. «Редкая птица долетит до середины Днепра». «Редкая птица долетит до середины Днепра». «Редкая птица долетит до середины Днепра». Мне очень нравится играть вот таким ударением, особенно в демонстрации, особенно когда мы на тренингах читаем какую-то прозу, не стихи, в стихах сложнее, потому что там авторы, как правило, задают определенное ударение, и там уже сложно как-то менять смысл. Там совсем может быть и другой смысл. «Белеет парус, эти ноги в том, а не горе голубого». Вопросы там начинают появляться. Поэтому с этим надо осторожно в поэзии. А вот в прозе там можно немножко поиграться. Вот это тоже очень интересно. Хотя, любая проза, я не буду здесь, у меня не будет здесь демонстрации таких широких, но любая проза содержит в себе интенсионный рисунок. У нас есть с вами знаки препинания, которые заставляют нас интонировать правильно, так, как задумал это автор. И вот над этим обязательно думать, прежде чем вы начнете, скажем, всклух что-то читать. Давайте мы перейдем к речи уже, к некоторым инструментам. Я, когда описание вебинара отправлял, я такую фразу написал «Важно, чтобы вас было понятно спикера». педагога, когда понятно педагога, когда он говорит раздельно, вдумчиво, то есть должен быть не очень высокий темп, не должно быть тех самых редукций лишних, речь должна быть достаточно плавной и размеренной, должен быть определенный темпоритом, и речь должна быть выверена дикционно, должна быть хорошая дикция. Вот мы сейчас об этом поговорим. об упражнениях, которые позволяют натренировать темп и дикцию. Темп – это 600 символов в минуту. Вот этот отрывок из Гоголя практически 600 символов, там, по-моему, плюс-минус один символ. Символы считаются с пробелами. Давайте вы засеките, пожалуйста, кто-нибудь время, а я начну читать. Уложусь я ровно в минуту, будет у меня там плюс-минус две-три секунды или я слишком быстро или слишком медленно. Давайте. Готово, я надеюсь, кто-нибудь засечь время? Три-четыре. Последний день перед торжеством прошел. Зимняя ясная ночь наступила. Глянули звезды. Месяц величалого поднялся на небо посвятить добрым людям и всему миру, чтобы всем было весело коллеговать и славить Христа. Морозило сильнее, чем с утра, но зато было так тихо, что, скрыт мороза под сапогом, слышался за полверсты. Еще ни одна толпа парубков не показывалась подобными Хат. Месяц один только заклятывал в них украдко, как бы вызывая принаряживавшихся девушек выбежать скорее на скрипучий снег. Тут через трубу одной Хаты клубально повалился дым и пошел тучую по небу и вместе с дымом поднялась ведьма верхов на метле. Стоп, это был один сбой прошу прощения это было неправильно кто-то просчитал время сколько получилось 55 но чуть-чуть быстрее здесь говорил ну плюс-минус я считаю что плюс-минус 5-7 процентов в скорости нормально здесь у меня получилось минус 10 процентов да ну немножко таратори вот я считаю смотрите а ведь я говорил достаточно медленно поэтому на самом деле для того чтобы говорить со скоростью 600 символов одну минуту надо себя все время приструнивать кстати один из способов себя приструнивать говорить чуть-чуть медленнее это занижать тон если вы говорите высоко то автоматически вы ускоряете свою речь если вы говорите низко автоматически речь замедляете да ускоряйте замедляйте речь на низком или высоком тоне тоже надо учиться но для того чтобы понять вашу исходную точку от чего учиться надо понимать где ваш оптимальный интервал который вы говорите низкий интервал в низком, например, регистре, я стараюсь говорить чуть-чуть пониже. Тем самым я замедляю автоматически свою речь. Конечно, можно говорить низко и достаточно эмоционально, и быстро, и призывно тоже, особенно если у вас низкий голос. И вот у меня голос высокий, я специально занижаю немножко. Это может быть больше касается даже девушек, потому что чаще всего им требуется немного повысить значимость, понизить тон. С тампоретом тоже интересно надо работать, конечно же. Нельзя замазывать, что называется, какие-то смысловые точки в предложениях, во фразах, и легче всего разделять на какие-то такие коротко-длинные фразы. Даже если это фраза длинная, например, то разделять ее. Вот одна фраза здесь у Гоголя. Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам пренеприятное известие. К нам едет ревизор. Или другой вариант прочтения. Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам пренеприятное известие. К нам едет ревизор. Я вот нашел для себя такой темпоритм фразы. И вот в этом темпоритме я дальше могу что-то читать, говорить. Вот в каком-то темпоритме я говорю, общаюсь сейчас с вами. Что правильный темпоритм позволяет сделать? Найти вот ту самую правильную интонацию, правильную ноту, правильное преподношение своей темы, которую я рассказываю, до слушателей. Как правильно, как я хочу донести. Может быть я хочу эмоционально донести, а может быть не очень хочу эмоционально донести. Я стараюсь говорить достаточно негромко сейчас и достаточно, может быть, умиротворенно. Хотя, конечно, есть у меня внутри какая-то эмоция, которая заставляет меня немножко ускаляться и как-то, может быть, продавливать этот глазок веб-камеры, чтобы довести до вас, до слушателей, то мое состояние, которое я хочу вам передать. Я уж не знаю, насколько это получается у меня сейчас. Вы в конце мне напишите. Но я пытаюсь вам преподнести в том темпоритме, в котором я сам себе задал. Для того, чтобы исполнить мою задачу. Рассказать вам то, что я хочу сегодня рассказывать. Ну и вот можно такой пример. Спасибо большое за комплимент. Вот такой пример, как можно попробовать поделить фразы. Для того, чтобы научиться делить фразы, можно взять текст какой-то, ну, лучше, конечно, я предпочитаю классику русской литературы, и постараться в темпоритме, в том, в котором я хочу, какие-то фразы проговаривать вот в таком режиме. Длинные, короткие, короткие, длинные, длинные, короткие и так далее. Ну и потом свой какой-то текст. Вот такой пример в ритме. Это я вам оставлю на домашнее задание. С этим отрывком. Попробуйте прочитать вслух. Здесь нет 600 символов, конечно. Не было задачи. Здесь задача поймать темпоритом, который заложил Николай Васильевич в этот отрывок. Ну и дикция. Мы, конечно, горох с вами не будем в рот набирать, и какие-то камни для того, чтобы... Или там карандаш, может быть, зажать, да? Для того, чтобы дикцию свою тренировать. У меня другое любимое упражнение. Стихотворение Савковой из ее книги «Техника звучащего слова». А вот как мы будем произносить, сейчас мы с вами дружно будем тренироваться. Если мы просто прочитаем. Два часа не есть ужасно. Я не завтракал напрасно. Есть хочу, как и когда. Два часа ждать ерунда. Есть характер. Воля есть. Раз нельзя, не стану есть. А теперь с утрированной артикуляцией. Давайте все вместе. Два часа не есть ужасно. Я не завтракал напрасно. Есть хочу, как и никогда. Два часа ждать ерунда. есть характер, воля есть, раз нельзя, не стану есть. Теперь язык прижимаю кальвеолом, бугорочки за верхними зубами и не отрываю, и проговариваю, не отрываю. Ну и самое любимое, это с полностью открытым ртом, простите, я полностью открываю пасть и говорю исключительно глоткой, не смыкаю, не скрываю ничего. Вот так проговорить, используя диафрагму, невозможно, иначе у вас начнут стираться связки, вот очень аккуратно надо. Вот такое упражнение. Ну и классические упражнения, конечно, для частоты речи, это чистоговорки. Ну, скороговорки, которые мы говорим не очень быстро. Вот здесь в таком варианте чистоговорки проговариваются с разной скоростью. Вначале медленно, потом быстро. Бобр-добр для бобрят. Для бобрят бобр-добр. Водовоз вез воду из-под водопровода. Из-под водопровода водовоз вез воду. И так далее. Упражнения, которые позволяют вам в разных режимах, с разной, в общем, одну и ту же артикуляцию, в разном, в разном ритме использовать. Конечно, очень хорошее упражнение, опять же, для развития. Есть, если вы поищите в интернете, есть такая скороговорка-лигория. Пять минут безостановочного проговаривания скороговорок. Этим занимаются какие-то дикторы телевидения разные. Есть варианты. Кто-то говорит хорошо, кто-то не очень, кто-то похоже. Но для себя я, например, взял, распечатал эту скороговорку. И как-то у меня была такая тренировка. Я, наверное, минут 10-15 вначале ее читал, проговаривал. И даже больше. На пятый или шестой раз у меня получилось проговорить все без запинки. Но достаточно медленно. Я, конечно, больше пяти минут ее говорил в результате. Итак, что у нас в итоге? Первое. Диафагмальное дыхание – это залог нормального здорового голоса. Даже в обиходе. Если вы любимому человеку что-нибудь скажете, чуть-чуть знижая тон «я тебя люблю», он будет просто в шоке. И я очень, я просто уверен, что, надеюсь, и не надеюсь, уверен, что ответит тем же самым. Потому что низкий голос, знижение – это всегда признак чувства. Это хорошо. Что касается голоса как такового. Атака, чтобы не затирать связки. Соединение типов дыхания. Мы должны уметь переходить от длинных, спокойных каких-то фраз к коротким, как выстрел, может быть, каким-то возгласом. Раз, два, три. И так далее. Темпоритом. Темпоритом нужно выбирать. В зависимости от аудитории. Так, сейчас я отвечу, стараюсь ответить на вопрос, я успею. Работать над дикцией. Дикция – это, во-первых, всегда-всегда-всегда разминки, чтобы у вас аппарат работал хорошо. Можно немножко помассировать даже перед началом. Ну, необычно утром это делаю всегда, потому что я утром молчу все время. Перед тем, как выйти из дома, я обязательно делаю гимнастику такой. Дальше. Работа с дикцией – это чистоговорки. Ну, внимание к интонированию. С интонацией надо работать лучше всего над классическими литературными текстами. Литературу, которую я могу предложить, которая мне очень нравится и которой я пользуюсь, это настольные книги. Пожалуйста, вот все, что есть. Можно найти что-то в интернете. Совковой купить практически невозможно, потому что все, уже давно не было никаких тиражей. Есть в интернете, можно увидеть. Совкова Петербургская, наша преподавательница, к сожалению, нет в живых. Замечательная совершенно технология у нее выстраивания звуковых комбинаций и интонирования. Теперь готов ответить на вопросы. Так, нет, я не хочу. Переперед, переперед, переперед. Так, значит, был вопрос. Сейчас. Что-нибудь при частом кашле и постоянном кахме. Значит, постоянный кашель. Понятно, что, скорее всего, какая-нибудь аллергия или же что-то может быть связанное со связками. Во-первых, конечно, к ларингору. К ларингору сходить обязательно. У меня были такие периоды, когда полностью, все время к хе-кхе, какой-то кашель. Снимал противоаллергическими препаратами, ну и снимаю просто обязательно солевой раствор. Это как отче наш. Солевой раствор утром и вечером. Обязательно. Что еще? Какие еще вопросы? Пить, пить, пить. Да, наверное, но пить, пить, пить. Это нужно с педагогом, чтобы, опять же, не сорвать связки. Пить нужно правильно. Правильно. Да, произведение, согласен, хорошее подобранное. Ну, если вопросов больше нет, то я рад, что вам понравилось. Спасибо большое за участие. Можете мне писать через Павел или напрямую. Я не знаю, нужно ли дать мою «Более высокие тона». Это уже, наверное, да, разговор «Более высокие тона» это не для ответа на вопрос. Вопрос студентки, конечно, давайте вопросы, давайте вопросы. Мне можно писать, я надеюсь, я могу здесь дать свой адрес электронный, чтобы можно было мне написать, может быть, как-то заниматься. А может быть, вообще, я рекомендую, конечно, записаться на курс, который у Павла анонсирован, и можно сделать, наверное, для индивидуальных каких-то занятий, курс можно сделать как угодно. К любым сотрудничествам я открыт. Как дистанционно, так и виртуально. Как виртуально, дистанционно, так и очно. Я в основном в Москве нахожусь. Можно найти страничку «Хорошо говорим» в Фейсбуке. Можно меня найти в клубе «Золотоустмастер» сразу в две недели в библиотеке иностранной литературы в Москве, у нас встречи клуба. Пожалуйста, любые средства связи. Спасибо большое. Тогда, если вопросов больше нет... А, вот вопрос, да? Так, это ответ какой-то. Слышите, с диафрагмой это особенная история. Ну, гимнастика, конечно. Можно... Значит, как не зажимать диафрагу? Попробуйте лечь на спину лучше всего на твердом покрытии. И попробуйте подышать так, чтобы у вас живот вздымался. А попробуйте вы положить несколько книг ровно на живот и попробуйте поподнимать животом на вдохе. Вдох, книги поднимаются, выдох опускается. Без того, чтобы загнать воздух туда вниз, в конец лёгких, у вас это не получится. У вас начнёт работа диафрагма. Ну, вот такое первичное упражнение. Ну что ж, если тогда вопросов нет, мы завершаем, наверное, трансляцию. Спасибо большое за внимание. Был рад, если вам чем-то понравилось. И давайте поблагодарим Юрия за замечательный вебинар, который он провёл. Сегодня было достаточно много народу. Это здорово. Не всегда у нас так столько бывает. Вам всем спасибо за активное участие в вебинаре. Надеюсь, вы от вебинара получили то, что хотели. Я несколько раз в чате привёл, два раза точнее, ссылку на курс Юрия, который мы хотим организовать вместе с Директ Академией. Надеюсь, у нас получится. Если вы будете активно проявлять себя, то курс состоится. Ну что ж, и тогда я тоже с вами прощаюсь. Напоминаю, что завтра у нас... Наталья Геннадьевна, выше в... Просто чуть-чуть выше в чате. Пролистайте чат. И будет вам ссылка на сертификат. Напоминаю, что завтра у нас большой вебинарный день. У нас завтра два вебинара. Константина Костюка, нашего генерального директора компании Директ Медиа, и Марины Орешко в три часа. Так что приходите, будет интересно. До новых встреч в Директ Академии. Ещё раз спасибо. Продолжение следует...